Здравствуйте, дорогие мои друзья! Я вас отвидеть у себя в гостях. Давненько у нас на канале не было обзоров сборок Windows. Исправляюсь! Сегодня мы с вами переместимся в 2009 год. А именно, мы с вами посмотрим на первую версию сборки, которая набрала бешеную популярность в России и в странах СНГ, и в золотое время двухтысячные, чип Windows XP SPC3 2009-01. Но перед тем, как мы начнем, подпишитесь, поставьте лайк, нажмите на колокольчик, расскажите о вам канале своим друзьям и положительно покомментируйте. Пусть обойдетесь поудобнее, наливайте чайок с ремонтчиком и погнали! Будет очень интересно! Итак, вот перед нами и отображается загрузочное меню данной сборки. Здесь можно выбрать загрузку жесткого диска, автоустановку, или все-таки выбрать утилиты, чип Windows CD 1.1.2. Выбираем с вами автоматическую установку чип Windows XP без драйверов. Почему? Потому что драйвера мы с вами будем устанавливать на виртуальную машину, а эта сборка, я напомню, ставится на виртуальную машину в Виамбаре, и там нужен Виамбаре Тулс, который сам установит виртуальный виртуальный виртуальный. Насчет этой сборки хочу сказать следующее. Чип многие любили, его, кстати, меньше ругали, чем остальные сборки. Ну, потому что автор сборок, насколько я знаю, он меньше, можно сказать, ковырялся, он только с каждой новой версии чипа обновлял там интерфейс, программы, обновления, заплатки, патчи и так далее. То есть, все сборки Windows XP тогда делались так. А еще была мода делать сборки и косить их под Windows Vista. Все эти сборки как раз выходили во времена выхода Vista, которую не очень многие любили в то время, из-за высоких системных требований, плохой совместимости со старыми приложениями и с проблемами тех времен. В те времена были, был кризис, но это был уже 2008 год, но тем не менее. Итак, подождем, пока закончится копирование файлов. Целиком я показывать его не буду, здесь ничего такого интересного нету. Обычный текстовый этап установки. Как только мы перевестимся в графический этап установки, я сразу же вознагрю запись видео. Итак, процесс копирования файлов закончился успешно, и перед нами отображается тот самый знаменитый загрузочный экран системы. В чипе он был очень мемористичным, если так можно сказать, и перед нами уже появляются графические, ребята, этап установки. Здесь, как мы можем видеть, написано у нас «Чип Windows XP SPC 3 Plus 2009.01», сайт «3wchipxp.ru», этот сайт до сих пор жив, но на нем, к сожалению, можно скачать только последнюю сборку от этого автора, которую в ближайшее время я тоже до вас ободрию на канале. Такой, можно сказать, миломистичный графический интерфейс. А если быть точнее, он сильно напоминает времена выхода Windows Vista, а именно обою Aurora, которая была бешено популярна в Mac OS, насколько я знаю, а также, естественно, с выходом Vista и в бета-версии Vista, которые называются OneHorn. Ну что ж, давайте подождем, пока завышится установка операционной системы. На данный момент я сейчас проостановлю запись, но если что-то будет интересное, то я обязательно проостановлю запись и вам это покажу. Итак, пока проходила установка устройств, или идет точнее, уже появились сообщения. Поздравляем вас, вы устанавливаете операционную систему Windows XP Professional Service Pack 3 Rus. Данная сборка носит название «Чип Windows XP SPC 3 Plus 2009.01». Она включает в себя все обновления и исправления, выпущенной корпорации Microsoft, актуальны на конец января 2009 года. В сборку также отыгрывало большое количество средств, необходимые до полноценной работы. Изменен внешний вид системы. Добавили новые звуки, 11 схем курсоров, 2 термофоменда Windows XP, DSA Vista и Chip Style. У каждой есть свой набор курсоров и обоев. Стандартные обои в системе заменены на более красивые. Также здесь заменены скринсерверы, аватарки, иконки, взятые немного из листы, но в основном собирался сам. Изменены экраны, загрузки и приветствия, а также многие другие системные ресурсы. В свойствах вашего компьютера будет отображаться иконка вашего процессора. Обнанены компоненты Windows XP. Из шаг 7, а точнее Internet Explorer, поддержка которого закончилась 15 июня. 11 Windows Media Player, Microsoft Calculator Plus, Adobe Flash Play, поддержка которого закончилась в декабре 2020 года. Microsoft Update 7 версии Windows, Update 1 7 версии. Auto Update 5 версии и какие-то различные твики реестера, а также Windows, Genreo, Update 1, WDESH. Если правильно прочитал, конечно. Интегрированные дополнения. VDX 9 в библиотеке по ноябре 2008 года. Uxtremus, это патч, позволяющий ставить сторонние темы Windows XP, ну и, естественно, в более поздних версиях. Dell Foods, это набор лентам библиотек, необходимых до запуска программ, которые требуют наличия в системе определенных библиотек. Dell EOS, CX, EDDLC, ADEOS FOX, набор лентам библиотек, Virtus, Fox Pro 5, 6, 7, 8 и 9 версий. Система по умолчанию интегрированной программы. Prio 1.9.7, программа позволяет сохранять приоритеты процессоров, а также создает две дополнительные вкладки, сервис и TPM. Почти как современный диспетчер задач, в современных версиях. Scanner 2.8, программа для просмотра содержания дисков, она в те времена очень пользовалась большой популярностью. Unlocker, позволяющий разблокировать системные файлы, или файлы, которые заблокированы другими программами. И AlecPad, многофункциональный текстовый редактор, замените стандартного блокнота Windows. Изменен заголовок как надо блокнот. Добавлены небольшие утилиты в панели управления. GPU-Z до анализа процессора и памяти. GPU-Z до анализа видеоадавтера. HD-Tune, программа для проверки жестких дисков. GPU-Tune, это программа для сглаживания шрифтов до LCD-мониторов. И две программки из Nero, измерение скорости чтения привода и получение информации о приводе. Итак, тут отображается сейчас последнее системное сообщение. Ну типа, посетите сайт chipxp.ru, который до сих пор уже. Вы можете ознакомиться с полным составом всех сборов, чип Windows XP и принять участие в работе форума. Да, в то время тогда этот сайт посещали очень много раз. Что сайт зверя, что сайт чипа. Так, внимание, при установке вы соглашаетесь с условием, что данная версия Windows и все пролагаемые к ней программы даны только до анекоммерения. По происшествии трех дней после установки вы обязуетесь удалить все программы Windows и так далее, которые пролагаются на данном диске, или приобрести лицензию на их использование. Но типа, авторы сборок никогда не несут ответственность за, скажем так, ваши действия в данных сборках. Данные сборки действительно создавались за закомментированных целях. И мы с вами ими пользовались в течение большого количества лет, можно так сказать, потому что они были во всех компьютерах СНГ того времени. Так, что у нас тут? При создании чип Windows XP SPC 2009 используются материалы с сайта ozon.net и апдетпакт на Windows XP. Данную сборку операционной системы Windows XP Professional Service Park 3 удалось создать благодаря помощи многих ребят. Сам ЛАП, Боасов, Вадикан, О, у нас тут устанавливается Max of Netfairmuk, Max Delete и многих других. Большое всем спасибо. Ладно, ждем пока установки Max of Netfairmuk. Это версия только 1.1. 1.0 сейчас нигде практически не встречается. Почему? Потому что ей очень мало пользуются. В основном пользуются старой программой, используют Netfairmuk 1.1. Итак, графический этап установки уже успешно прошел. Прошел тот самый знаменитый ползунок, который был всегда в чипе. И появляется надпись «Пожалуйста, подождите». Ну и, естественно, копирайты компании Microsoft. И посередине логотип Vista. В то время чипы, зверь, даже сам пил делались под стиль Vista. Даже когда вышел «Семерка», многие сборки на основе XP тоже делались и почти в «Семерке». А есть еще и сборки, которые делаются почти в десятки. Но это уже сборки не абсолютно рекомендованные в юсаббе, как говорится. Ладно, давайте подождем. О, появляется знаменитая анимация Windows XP. Первоначально настройка здесь не будет, так как мы выбрали автоустановку. Привет. Привет. Тот самый легитарный звук и знаменитый экран приветствия чипа. На мое мнение, красивый, как и у зверя. О, появился мой любимый курсор. Я его обычно называю «Копьем». Ждем, пока попадем на рабочий стол. Ну, вот так вот выглядит установленная сборка чипа. Я надеюсь, «Олды» пустили ностальгическую слезу. Я, конечно, не пустил слезу, но я «Олд» этих сборок. И я уверен, что многие из вас тоже. Так, сборка пока чуть-чуть подтупливает. И чтобы она, кстати, не тупила и все работало как часы, давайте мы поставим сюда виртуальный древерат. Виртуальная машина, установить пакет «Виамбари Тулс». Как говорится, драйвера мы поставим с помощью «Виамбари Тулс». Почему бы и нет? А потом мы уже целиком полазим по операционной системе и посмотрим, что там за сон. Так, чуть подвисает, правда, виртуалка. Но, тем не менее. Я процесс установки целиком уже показывать не буду, потому что тут ничего такого особо интересного вы не увидите. Поэтому вознагрю запись после установки «Виамбари Тулс». Все, виртуальные драйвера уже успешно установились. Так, только разрешение экрана немножко слишком низкое. Сейчас мы поставим побольше. Вот так поставим максимальное поддерживаемое. Точнее, вот все. Вот у нас перед вами красивый рабочий стол. Красивая обоина. Эта тема пародирует, по-моему, Висту или Семерку. Давайте сейчас полазим по системе. Так, посмотрим сначала свойства системы. Что у нас тут? Тут у нас чип Windows XP 2009. Так, Service Pack 3. Третий Service Pack как раз вышел в 9-8-х годах. Так, мой процессор корректно определился. Интерцерлелон N4000. Частота 1,10 гигант. Так, ну, тут написано «Это версия операционной системы, установленная исключительно в гигантационных и обозначенных целях». Бла-бла-бла. Тут сайт автора. Даже его осикю здесь есть, ребята. То есть про осикю в то время вообще никто никогда не забывал. И имя постоянно пользовались. Напишите в комментарии, использовали ли вы осикю в те времена и пользе ли ей вы сейчас. Вот это. Так, давайте сначала зайдем в панель управления и глянем, наверное, журнал о ошибках. Вот. Вот у нас панель управления. Некоторые апплеты тут установились в процессе установки системы и регистрации компонентов. Некоторые тут полностью системные. Заходим в администрирование и просмотр событий. У части системных программ знаменены в значке. Они красивые, напоминаются и на дискуссинге. Ну и восьмерка немножко. Так, посмотрим ошибки. Но в принципе тут только несколько вот ошибочек я вижу, но это не критично. Ошибок здесь получается 4 штуки здесь. Так, безопасность. Здесь ничего нету. В системе тут ошибок вообще ни одной ошибки в системе нету. Вот, вообще ни одной. Только два предупреждения. И все, больше ничего, как говорится. Так, с этим разобрались. Посмотрим немножко, скажем так, апплеты. Здесь есть программа вот KPU-Z, позволяет посмотреть информацию о процессоре. Также есть программа KPU-Z, только она, конечно же, видеокарту мою не обладает, потому что это виртуальная машина Вианвари. О, и сразу же предлагают обновиться на новой версии. Пока не будем этого делать. Так, теперь надо закрыть эту программу. Все. Так. Это у нас настойка шеристов, насколько я понял. Так, установка и удаление программ. Посмотрим, какой здесь софт. Здесь установлены Adobe Flash Play. AIMP второй, мы обязательно его запустим, глянем. CatMouse. Эта программа, наверное, до упрощения работы с мучью. Так, системные библиотеки Visual C++ и NXFMOK. Vista Drive какой-то, Unwalker, каточный игрок дурака, архиватор Minrar, здесь даже в коробке есть. И виртуальный DVR Beyond Body Tools. Так. И Epoch XMN4.2 SvC2. Это стандартная штука. Что у нас тут по обновлениям? Так, обновления тут на Internet Explorer 7 от 2008 года. 2007 года. Это проиграть у Windows Media, там XP. И все обновления здесь 2008 год, ребят. Видите? Некоторые 2007 года. Короче говоря, обновления актуальны 2008-2007 годами. Так, закрываем удаление установки удаления программ. Панель управления нам тоже не понадобится. Следующее, что мы посмотрим, давайте, это темы. Посмотрим темы. Так, их тут мало. Давайте посмотрим несколько. The Snake. Интересная такая тема. Это тема, позволяющая сделать вот такое вот оформление Деснея. Можно так сказать. Олды Деснеевских мультфильмов обязательно напишите в комментарии. Какое вы любили действие мультика Десней. Так. Деза Убисто. Эта тема уже пародирует, насколько я понимаю, Висту. Но только на Висту это, правда, не похоже. Здесь, правда, шрифт уже чуть-чуть другой стал. У корзины, кстати, значок очень красивый. Вот такой вот красивый. Windows XP. Эту тему все преграды знают. Это легендарная тема. Windows XP. Луна. Это легендарная. Это не просто классика. Другими словами, это не описываешь. Виста Ультиметал. Это уже тема, чуть-чуть пародирующая Висту. На Висту, конечно, это вряд ли будет похоже. Но, как может, так и пародирует. Классическая тема. Это классика. Это классика. Это времена Windows 2000, 95-98. Вот такая эпоха. Винсталли. Полтема, которая была по умолчанию после первого запуска системы. И Zoom. Еще одна официальная тема от Microsoft. После выхода такого плеера под названием Zoom. Вот, с красивой, с красивой на пляже. Так, давайте, наверное, мы поставим XP в тему. И обои посмотрим. Поставим вот такую вот красивую обоину. Без мечей. Некоторые обои еще не имеют расширения 16 на 9. Так как 4 на 3 только в то время было наиболее популярным. Обои, как я вижу, здесь заменены на новые. Они абсолютно новые и красивые. Мне всегда надо видеть обои в чипе. Да и обои в сбоках и Windows XP зверь тоже неплохие. В принципе. Но обои красивые. Даже не знаю, что оставить. Давайте поставим, наверное, вот такую вот обоину. Она мне очень нравится. Вот красивая. Давайте только сейчас я растянем ее на весь экран. Подкрасивая была. Вот. Вот такой вот красивенький интерфейс. Вот перед вами обычная Windows XP. Только с измененными значками. Так. Из программ, как я сказал, тут AIM 2. Вот она, старая, добрая версия AIM. Посмотрим какой-то год. 13 декабря 2008 года последняя версия в данной блоке. Та самая старая, добрая версия AIM. Здесь тогда не было слишком много новых технологий. Очень он был сильно похож на плейер Винам. Плюс рэп в комментарии. Или лучше в чате, если вы смотрите видео в режиме премьеры. Если вы помните вина. Так. Старые, видите, еще добрые иконки тут отображаются. И вот такие были иконки. То есть AIM был просто ностальгическим теоретий в 2000-е годы. Даже в 2010-е. Так. И стандартные программы остались без изменения. Естественно, наш любимый браузер. Или в кавычках любимый браузер Internet Explorer. Ну, конечно, посерпить в интернете вряд ли можно. Но некоторые сайты он еще открывает. Ну, правда, современные вряд ли он уже открывает. Но некоторые сайты он открывает. Например, вот Google может открыть. Спокойно он может открыть такой известный... Ой, не знаю, что я не знаю. Он может спокойно открывать там AllDos, например. Точка какой-то. Портал, где находят простая операционная система здесь. Вот он. Без проблем его открывает. Конечно, он не знаю, откроет ли он мой. Мой бэксайт. Ради прикова можно открыть его попробовать. Ну, конечно, он вряд ли его откроет. Браузер. Да, ошибка... Ой, фу, блин. Ошибка с обедикатом безопасности. Давайте перейдем на эту страницу. Но, как вы видите, работает более-менее нормально, как говорится. Так, Internet Explorer, как я сказал, тут версии седьмой. Да, это Internet Explorer 7. Так, что же еще тут интересного можно посмотреть? Проиграйте Windows Media тут 11. Многие его не любили, потому что он был прожорливый. Проиграйте Windows Media. Версия у него, естественно, 11-я. Потому что у него два программа. Да, 11-я версия 2006 года. Да, в 2006 году. Пока слышу, по-русски. Так, вроде бы, мы посмотрели практически все. Что можно сказать в итоге? Сборка очень интересная. Это первая версия чипа. Я надеюсь, вам обзор данной сборки понравился. Вы также можете спокойно присылать свои сборки до следующих обзоров в комментарии под видео. Главное, присылайте только ссылки рабочие, чтобы не было потом в битерсе. На этой чудесной и классной и ностальгической ноте, и, можно сказать, на ноте темы Луна, каждому из вас говорю огромное спасибо за просмотр данного видео. Слушайте маму, моте руки с вылок и будьте сами клевыми, а значит, давайте сами собой. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Расскажу вам в канале своим друзьям, делитесь этим видео в других социальных сетях, и не забудьте поддержать мой канал донатом. Все ссылочки в описании под этим видео. Также подписывайте на меня в других социальных сетях, чтобы узнавать последние новости из жизни, из жизни как на ютуб-канал, игрового и основного, и много чего другого. Ссылки на другие социальные сети также в описании под этим видео. На этом я заканчиваю. Всем пока, спасибо за внимание.